Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи и сегодня у нас фикс прайс! Я набрала снова новинки. Я перед тем, как уехала, взяла парочку буквально покупочек новинок и уже не успела вам показать. И сразу же, как только я приехала в Россию, сразу побежала в магазин и купила еще новинки. И, кстати, есть очень интересные приколюшки. И давайте теперь мы сделаем с вами такую традицию. Если я что-то беру в фикс прайсе, просто вам показываю, но еще не пробовала, да, и на самом деле что-то я, бывает, покупаю, а потом девочки мне пишут, которые уже брали, которые уже обожглись на чем-то и говорят, Селена, будь аккуратна вот с этим. Мне сразу хочется вас всех предупредить. Поэтому давайте начнем с того, что в прошлый раз я брала вот такую баночку и вот очень много девочек, то есть ни одна, ни две, а штук 10-20 человек написали мне, что будь аккуратна. Она не выдерживает не то, что горячего, она даже такого теплого, бывает, не выдерживает, и что-то тут прорывается с дном, хотя температура здесь написана плюс 90 градусов. Это тогда, когда уже, в принципе, почти кипит, да, и прям срывалось дно, и девчонки, как бы, будьте осторожны, аккуратны, я не знаю. Может быть, просто сок здесь пить или холодный чай, хотя я не удивлюсь, что я от него прорвется что-то, да, поэтому я теперь вообще за стаканами очень аккуратно в фикс-прайсе. И еще в прошлый раз я брала вот такое густое масло для волос и говорила вам, что буду его пробовать. Девочки, я в восторге. Кто не пробовал, очень бюджетненько и невероятный аромат. Пользоваться как масочкой, внутри вот, да, он густой, он очень вкусно пахнет, намазываю, ну, в принципе, его достаточно немножко нужно на волосы. Я вот так вот все нанесла, 3-5 минут посидела, потом смыла, прям волосы шелковые, прям мне очень нравится. Это вот такое репейное, густое масло для волос, репейное, глубокое увлажнение питания с эффектом биоламинирования. Но особо прям такого био-чета там я не увидела эффекта, потому что сверху у меня еще спрейдов мой любимый, потом масло дорогое, поэтому... Но именно под водой волосы очень классные были, шелковистые, что тоже редкость, не со всеми бальзамами такое бывает. Поэтому вот это масло мне понравилось, когда оно закончится, я и еще куплю даже. Так, а теперь приступим к новиночкам. Я, кстати, смотрю, что я какая-то не расчесанная. Вот такая новиночка появилась в фикс-прайсе, расчесочка для волос. Очень симпатичная. Я хочу скорее попробовать расчесать волосы. Стоит 99 рублей. Чтобы открыть, видите. Смотрите, какая она красивая. Вот это сочетание цветов мне очень нравится. Мягкие зубчики. Давайте попробуем. Слушайте. Такая вот приятная. Мягенькая. Она мне нравится. Вообще я очень отношусь к расческам очень критично. Не все расчески мне нравятся. Они, бывает, рвут мои волосы. Вот это не рвет. Потому что у нее зубья мягкие. Прям видите. То есть, если я надавливаю, она прям по моей голове. Они сгинаются. И прям неприятно, если честно. Расчесала мои волосы. Вообще. Это моя любимая расческа теперь будет. Вот это одобрямс. И с нее, кстати, волос даже почти не осталось. Одна волосинка. Мне нравятся вот эти вот мягкие зубчики. Я у Кристины как-то видела расчесочку. У меня пришла такая какая-то железная или что. Но очень такие грубые вот эти вот, как их назвать? Штучки. У нас все, что мы не знаем, называется штучки. Или то, что мы не помним. Вот. И они прям рвали мои волосы. А Кристинке расческа моя понравилась. Зато, когда я к ней пришла, у нее есть расческа вот с такими мягкими пластмассовыми зубчиками. Они гнутся немножечко такие, да. Я прям расчесала. Мне очень понравилась. Я удивлена, что эта расческа именно такая, девчонки. Вот. В таком пакетике. Если увидите, берите. Так, по-моему, разные цвета были. Кайф. И она небольшая такая и очень легкая. Крута расческа, крута. Дальше. Еще одна кружка. Но, блин. Вот эти все отзывы начались тогда, когда я уже, по-моему, купила эту кружку. Я ее быстро купила. Она у нас что делает? В нее наливаешь что-то и появляются всякие цвета. Видите? Я купила вот такую лампочку. Мы ее в конце с вами затестим. Тогда покажем. Но, честно говоря, чашка с терморисунком. Я боюсь теперь, понимаете? Ведь это тоже было китчен. Это тоже китчен. И вот китчен. Что у нас здесь за температура написано? При наливании горячего напитка. То есть это вообще предназначено для горячего напитка. Потому что он меняет рисунок именно горячий напиток. Так, температура никакой не вижу. Но, честно говоря, я боюсь. В экспрессе, когда вы кружки покупаете, нужно сразу отходить на километр. Или вообще в ванну поставить и в ванне наливать. Это тоже не гарантия того, что потом вы возьмете эту кружку, и она в один прекрасный момент не лопнет у вас в руках. Вот такая кружечка белая. Я люблю белые кружки, классические какие-то такие. То есть у меня будет здесь желтая лампочка включаться. Вот, девочки, я здесь оставлю свой инстаграм. Расскажите, кто брал такие кружки. Расскажите, я тогда в следующем фикс прайсе уже об этих кружках расскажу. Вот, в инстаграм мне пишите, лопались ли они у кого-то или нет. Если нет, то мы так и скажем. Кружки хорошие, качественные. Увидите, берите вот такие, да. Но вот такое не берите. В конце видео я налью в нее кипяточек, оставайтесь до конца. Купила ножницы. Вот. Вот эти я купила себе с закрывашечкой. У меня таких не было. А вот такие у меня есть одни. Они хорошие, классные, режут хорошо. У меня и на работе такие, и дома такие. А эти я купила, знаете куда? На почту. Я постоянно отсылаю вам посылочки. Прихожу, и бывает я, ну, чтобы быстрее дело шло, я сама помогаю там чуть-чуть заклеивать. Ну, чтобы быстро, потому что бывает много посылок, и очередь собирается за мной очень большая. И как-то они мне дали ножницы, вообще эти ножницы просто, мало того, что они для человека, который левой рукой пользуется чаще, для левши, для леворуки. Плюс они такие тупые, они ничего не режут. Я буквально там раза два-три отрезала себе скотч, и говорю, как вы работаете. И у меня давно уже была идея принести им ножницы. Но как-то я пришла, уже ножницы у них были. Но они их экономят, потому что из-за скотча ножницы очень быстро из-за клея портятся. Я решила им взять презент, я уже говорила, говорю, вам что ножницы привезти? Я уже планировала, и вот купила им ножницы. Так что девочкам на почте я подарю ножницы. У них, кстати, по-моему, точно такие же ножницы, только с красным. Я купила с желтым, чтобы видеть свои ножницы все время, что они пользуются, и мне будет приятно. Вот эти ножницы я еще не пользовала. Давайте откроем их. Вот такие они легенькие. На вид хорошо. И вот так закрываются. Мне кажется, что давай откроем. Во всяком случае, с собой можно взять поясок. И даже внутри можно. Дальше, как вы помните, зеркало. Похожее вот такое зеркало, помните? Было, только оно крепится немножко по-другому. Сейчас пришли новые зеркала. 99 рублей, тоже белое. То зеркало так, короче, мне и не нравится. Я его и не приклеила. Оно стоит криво у меня на полке. Отклеились эти штучки. Мне неудобно в него смотреться. И когда я увидела это зеркало... Слушайте, в экспрессе зеркала идеальны. Правда, они так клево отражают, что мне кажется, ты в их зеркалах красивее, чем ты, на самом деле. В общем, вот такое зеркало. Вот оно. Сзади оно вот так. Тут у нас отгибается. О, и ставится. Вот так, вот так. Мне кажется, удобно. Отлично вообще. Потому что она очень компактная, классная. Вот это, я думаю, получше. Здесь не должно ничего падать, спадать. Как тут держится это зеркало? Прямо хочется его разобрать, посмотреть, на чем оно там крепится. Не отвалится ли оно? Ну, вроде крепко. Я надеюсь. В общем, вот это зеркальце классное. Вот беленькие появились новые. 100 рублей. Так, еще я взяла попробовать чай. Ну, по-моему, я его уже пробовала. Ну, в общем, я люблю черный чай с какими-то добавками. Вот, Тесс. Что-то новенькое вижу и беру. Может быть, здесь новенькая, только вот эта вот фишка. Это значит, общайтесь и получайте призы. Какие-то розыгрыши у Тесс, наверное. Также я взяла кисточку. Как-то я брала кисточку уже. Я вам рассказывала, что эта кисть мне очень понравилась. У меня очень много кистей для макияжа. Но я решила еще вот взять такую кисточку. Она для тушевочки, да? И она вот такая вот коротенькая. То есть мне как раз вот ей внизу украсить или вот мелко как-то растушивать. Короче, классные кисточки, на самом деле, очень мягкие. В фикс прайсе. Я уже говорила вам. Берите. 99 рублей. Я взяла. Взяла носочки. Слушайте, я набрала себе столько носков и New Balance, и Tommy Hilfiger. У меня прям целая пачка. Ну, блин, носков не бывает никогда много. Эти пусть лежат. Бывает, подруга придет, нет носков. А беленькие, коротенькие вот такие под кроссовочки. Ну, каждому человеку подойдут. Они быстро портятся, конечно, это не как хорошие брендовые, да, носки. Я так заметила. Вот такие быстро портятся. Но мне нравятся они по форме, по длине вот здесь, да? Цвет как бы приятный. Жалко, что быстро портятся. Ну, короче, белых носков много не бывает. Это мой дейс. Еще какая-то новиночка. 99 рублей. Смотрите. Это для украшений. У меня есть большая тетя. Она, кстати, сложенная там внизу лежит. На ней висят мои украшения. И я решила взять еще одну. У меня причем большая есть, а это какая-то маленькая. Ну, решила взять и вам показать. Еще она розовенькая тут. В общем, здесь в пакетике вот такая вот девочка в розовом платье. Вот видите. На нее одевается вот такая штучка. И вешаются украшения. То есть мы можем сюда сережки повесить. Ну, вот особенно когда... Вы знаете, у кого мало украшений, и какие-то есть сережечки, колечечки, которыми вы часто пользуетесь. Да, там утром снял, наделают. Возле зеркальца прям вот так вот поставить. И вот раз, и все. Его не потеряете. Это на самом деле классная вещь. 99 рублей стоит. Оно и симпатичненько как-то это. А так у меня большая есть. Она вот в два раза выше. У нее такое платье. И на руках висит. И тут везде разветвление. Много украшений. И очень удобная, вот скажем. Это тоже повешу. Будет как декор маленький. И вот... Я вообще поняла, что я украшения люблю тоже только покупать. А вот носить я бы ничего не знала. Что за человек вообще? О, смотрите, что я взяла. Я бывает беру, потом забываю даже, что я взяла. Рамка двойная для фото и слепка. Ручки, ножки малыша. Масса для слепка в комплекте. 99 рублей. Давайте откроем. Я, короче, посмотрела, что здесь можно... А, здесь как рамка. В общем, посмотрим. Смотрите. Здесь такая рамка. Вот она. Сюда вы вставляете фотку своего малыша, а сюда вы прикрепляете слепок, его ножки или ручки, что хотите. Здесь масса. Здесь вот такая масса. Так, инструкция. Инструкция. Нужно размять материал в руках и хорошенько раскатать. То есть он как пластилин примерно, мягенький, несыпучим. Прижать его к ступне или ладошке малыша, чтобы остался отчетливый след. Вырезать необходимую форму и поставить сохну. Когда отпечаток высох, используя двустороннюю липкую ленту, прикрепить отпечаток к подложке. К фоторамке. Вставьте рамочку вашу любимую. И малыша, короче, вставьте это. А где это двустороннее? Вот я не вижу только. Может быть это она? Сейчас я открою. Сзади открывается вот так все. Сейчас мы посмотрим, что это. Потому что я не вижу двусторонней. Отдельно, наверное, покупать. Да, это просто дощечка здесь. И под фотографией тоже просто дощечка. А тут эту двустороннюю липкую штучку нам нужно будет приобрести отдельно. Либо приклеить как угодно. Но мне кажется, это такая классная идея и подарок отлично даже. Мне если бы такое принесли, подарили, я была бы рада. И все, и стоит оно вот так. Я сделаю, пацану, ладошку. Или ножку. А может быть хватит и на ладошку, и на ножку. Очень классно. Ну и последнее, что я взяла, это стаканчики. Набор вокал. Я читаю водка. Набор вокал, а я читаю водка. Наверное, не вокал, а бокал. На троих. Короче, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть бокалов. Очень удобно, потому что на самом деле у меня бокалов, по-моему, там два-три. Если приходят гости, то нам не с чего пить шампанское. И вообще классно. Выпил и выкинул. Поэтому я израсходовала, по-моему, бокалы, которые у меня были. Вот еще решила купить, увидела. Вот. А, еще, 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 еще. Я же думала, все разложила тут. Вот такие вот железные лопатки. В последнее время ко мне приходят гости и говорят, Силь, дай лопатку. Я говорю, я не знаю, где она ее надо искать. Я знаю, что у меня железная есть на работе, потому что бывает, ну, вещи меряют какие-то там, обувь, и она нужна. А вот почему-то дома я не подумала о своих гостях. Я взяла вот такой белый, прям интерьер, она у меня подходит. 77 рублей всего стоит. Не знаю, сколько она стоит в Икее. Ой, чуть не упала. Не знаю, сколько она стоит в Икее, но вот 77 рублей она стоит в экспрессии. И железные, моя мама когда-то сказала, самые надежные. То есть они не сломаются, крепкие. Там были разные цвета, поэтому можно выбрать. Еще для малыша я взяла вот такую вот доску. Тоже 99 рублей стоит. Это тоже новиночка. Я подумала, что ему будет интересно, потому что он у меня уже соображает, куда что ставить. Видит картинки. Вообще ребенок, честно говоря, растет и умеет на глазах. Мама мне... Я приехала со своего путешествия, мама мне... Он все понимает. Скажи ему, садись на коврик, там холодно. Он все понимает, он сядет на коврик. Я ему говорю, не ходи со мной на балкон, там холодно. Все, он теперь не бежит на балкон все время. Вот, теперь у нас уже и ножницы есть. Сейчас я открою, покажу, что это такое. Ну, я сама не знаю, что это такое до конца. Ну, как я поняла, это такой пазлик, который ребенок будет собирать. Как раз таки для нашего возраста. То есть, вот такая деревянная досочка. Вот, собственно, деревянная. Из нее вот выпадают вот эти штучки уже. На них сделаны такие пластмассочки, видимо, чтобы брать специально. Да? И ребенок, ну, куда ты будешь ставить? Он раз, там тулит. Не подход, не подход. А вот сюда идеально, да? Бери второй. Вот, куда ты его притулишь? Вот тут большой. А сюда? Идеально. И вот так он будет складывать. Потом все вытащит, перемешает и снова будет складывать. Но они особо не держатся, будут все время выпадать. Как бы нужно с ним следить за этим. Ну, и заодно. Это кит. Это осьминог. Краб. Другие кула. И что это у нас? На скат похоже. Вот. Такая штучка. Все, мои хорошие, вот такие вот новинки. Фикс Прайс продолжает нас радовать. Скоро я снова забегу в Фикс Прайс. Посмотрим, что там новенького нам подготовит. Вы еще помните Новый год скоро. Октябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну да, почти скоро. Будут у нас еще вообще какие-то праздники. Октябрь, ноябрь. Наверное, только к Новому году, да, уже? Ну, в общем, Фикс Прайс не устает радовать. Они все время что-то находят. Поэтому новинок будет еще много. И поэтому я с вами прощаюсь. До следующего видео. И пойдемте тестить нашу кушку. Представляете, она сейчас раз и прям и взрывается у нас здесь. Это будет вообще трэш. Ну? Цвет будешь менять? О, медленно. Я думала, резко. Ух ты! Та-та-та-та-та-та-та-та. Слушай, вот такая фигня, да? Столько радостей мне приносит вообще. Все. Можно понять, горячая у тебя вода в стакане или нет, по цвету лампочки. Вот тебе горит лампочка. Но я надеюсь, что вот эти не лопаются, девчонки. Я буду ждать ваших комментариев. Я не буду ей особо пользоваться. Мне, честно говоря, страшно. После ваших всех рассказов. Вот сейчас кипяток налила. Представляете, в ручки такая беру, и он лопается. Ну, это вообще, это трэш. Это как вообще? Очень аккуратно надо. Пишите мне. Я вас люблю, целую. Если понравилось мое видео и вообще нравится Фикс Пресс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. А если вы не хотите пропускать мои видео, жмите на колокольчик под видео. И тогда будут приходить вам уведомления. Также мой Инстаграм. Заходите, пишите. Там я открыта. Все комментарии там открыты. Вы можете обсуждать что угодно. Писать мне в Директ, задавать вопросы. Если что-то вас интересует. Инстаграм это то, где я слежу за общением. И имею обратную связь с подписчиками. Мне потому что удобнее в одной какой-то сети уделять внимание. А вот так, ну как бы, не могу распределять это везде. Поэтому Инстаграм для общения. Приходите туда и общайтесь. Вроде бы все. Все, прощаюсь до следующего видео. Это я вклинулась такая между влогами. Чтобы немного разнообразить эту влоги, влоги, влоги. Я надеюсь, вы смотрите влоги. Как мы там в Европе проводили с Кристинкой время. Сколько всего у нас было. Ладно, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok